Весна, пожалуй, самое подходящее время отправиться на сельскохозяйственные ярмарки за саженцами плодовых растений и не только. Выбор там всегда велик. Наряду с хорошо известными сортами продавцы часто предлагают и новые. Как не купить кота в мешке и выбрать то, что действительно вырастет и даст хорошие плоды? Смотрите в нашем следующем репортаже. Для того, чтобы в нашем регионе вырастали только действительно хорошие деревья, саженцы, продаваемые на рынках, должны соответствовать всем требованиям законодательства. В Чувашии ежегодно проводятся рейды и другие контрольно-надзорные мероприятия на рынках в период торговли ростками. Основное нарушение – отсутствие документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества саженцев плодово-ягодных культур. Специалистами Управления Росфельхознадзора по Чувашской Республике при проведении контрольно-надзорных мероприятий ежегодно выявляются следующие нарушения. Это реализация саженцев плодово-ягодных культур, луковичных культур, без документов, удостоверяющихся сортовые и пассивные посадочные качества, без фитосанитарных документов и непредоставления информации о прибытии под карантинной продукции Управления Росфельхознадзора в Чувашской Республике. А также нарушаются требования ГОСТа, маркировки. Прогребляются к саженцам этикетки. В данных этикетках нет полных сведений. Там должно быть о наименовании и адрес организации отправителя, а также адрес и наименование получателя, наименование культуры, наименование сорта, категории посадочного материала. Также должны быть сколько штук, количество пучки, а также обозначение стандарта. Покупая саженцы без подобного рода документов, можно попросту ошибиться и приобрести совершенно другое растение. Но это еще не самое страшное. Саженцы, не соответствующие ГОСТу, могут заразить землю опасными болезнями и вредителями. Дабы избежать подобных казусов, специалисты советуют не покупать саженцы на рынке и вдоль дорог без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества, а также без документов о карантинном фитосанитарном состоянии. А что касается распространителей таких ростков, то при нарушении требований законодательства им грозит штраф. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.